Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас 6 февраля, понедельник, как всегда, последние важнейшие новости. Сегодня с утра ведущие средства массовой информации Соединенных Штатов вышли с анонсом о предстоящей замене министра обороны Украины. Это, конечно, позорище. Подчеркивается, что это событие имеет место накануне годовщины российского вторжения в Украину, на, так сказать, фоне кровавой, тяжелой войны, сопротивления, которое ведет Украина против захватчиков, и накануне решающего, как многие считают, сражения, которое решит судьбу этой войны. Это, конечно, позорище. Понятно, что после этого скандала, в котором Резников сыграл крайне неприглядную роль, его нельзя выпускать на люди, на глаза международной общественности. Не может человек, который вот так вот оскандалился, просить у западных союзников Украины еще, еще и еще помощи. Потому что, ну, никто не сомневается, об этом так громко не говорят, потому что, ну, большинство политиков, чиновников на Западе, которые были связаны с оказанием помощи Украине, они чувствуют, да, это по ним видно, чувствуют себя смущенными, типа их обманули в их лучших ожиданиях. Ну, лично мне стало понятно, в ходе этого скандала коррупционного, когда Резников, вместо того, чтобы, ну, как необходимо честному человеку, действительно, если он патриот, патриоту страны, с самого начала скандала нужно было принять удар на себя и уйти в отставку. Он же тянул, зубами хватался за ножку своего стула, выдумал всякую ахинею, которая, ну, теперь, по-моему, уже превратилась в мем. Вот как-то русский писатель Салтыков Щедрин написал такие строки «О, опять закричали о патриотизме, значит, опять проворовались». Ну, применительно к последнему коррупционному скандалу с участием Резникова, можно сказать «О, опять заговорили про ИПСО, значит, проворовались». Ну, а если я от себя добавлю, если уже заговорили о КГБ, о ФСБ, то, значит, проворовались на миллиарды. Ну, и в этой связи непонятная ситуация, то есть вор должен сидеть в тюрьме, а когда его перемещают с одной должности на другую, даже если она вторая, эта должность будет так спрятана от международной общественности, это всё-таки не борьба с коррупцией. Вор должен сидеть в тюрьме. Как сообщается, на место Резникова будет назначен Буданов. Вместе с ним, наверное, придёт его несменный сожитель, я имею в виду сожитель по общей жилплощади, и помощник, российский гражданин Гогеашвили, который много узнал, находясь с помощником Буданова в гору, теперь он много узнает, что происходит в Министерстве обороны. Вообще, я должен сказать, что одна из вторых, вторая, так сказать, основная мысль, впечатление, которое у меня возникло, это какая-то дичайшая некомпетентность. Ну, понятно, что Резников был никакой министр обороны, теперь Буданов, это никакой с двумя знаками минус. Вот с точки зрения Буданова, ну, он бы был хороший, наверное, командир полка спецназа, но, может быть, хорошим был бы командиром диверсанты, бригады диверсантов. Это там, собственно говоря, где главное, вот как мы же проходили, я лично проходил подготовку воздушно-десантной дивизии в Тульской, там говорили, в советском десанте, главное на этой работе упасть и отжаться. Это вот одна категория требований, которые выдвигаются в отношении тех, которые занимаются этой профессией. Руководство разведкой, а тем более руководство Министерства обороны, ну, я просто не вижу, не вижу Буданова. Если только его не собираются там держать как звезду уже мирового экрана, за спиной которого будут работать совсем другие люди. И все пойдет так, как оно шло раньше. Потому что, ну, вот уже как-то для меня становится очевидным тактика офиса, который возглавляет Андрей Ермак, как они собираются бороться с коррупцией. С одной стороны, это показуха, замена плохого на еще хуже. И это имитация, то есть захват контроля над теми органами, которые должны бороться с коррупцией, людьми Ермака. И вот сейчас, но в последнем этапе, находится конкурс назначения на главную должность главы НАБУ. Здесь целый список кандидатов. Вроде все идет демократически. Тесты там, все необходимые, которые, конечно, очень важны. Но меня смущает там, вот скажем, номер 7, который фигурирует в списках кандидатов на эту должность. Власюк Виталий Викторович. Брат которого, Владислав Власюк, работает советником с, если я не ошибаюсь, апреля прошлого года, офиса президента Украины. Ну, то есть Ермака. Понятно, что Ермака. Мне вот единственное непонятно, но неужели нет в Украине людей для назначения на ответственные должности в этот тяжелый решительный, решающий момент жизни страны? Неужели нет людей достойных, которые не были бы связаны с Ермаком? Он и производит впечатление такого, знаете, резидента, который расставляет свою агентуру на ключевых государственных должностях, через которые можно контролировать те действия, решения, которые предпринимает Украина в тяжелой борьбе против агрессора, а также устраивать всевозможные скандалы и саботировать правильные, что ли, поступки со стороны государства? Вот если так посмотреть на результаты действия господина Ермака и его помощников, ну, даже вот взять незадолго до начала войны. Вот как ни скандал, там или Ермак, или люди, которые он назначил. Начиная с ОМАНа, включая историю с Вагнером, ну, а как началась война, там вообще бесконечно. Это и оставление юга Украины после того, как директор ЦРУ в январе 12-го числа приехал и сказал, что будет, сказал, как это будет, откуда это будет, предупредил насчет Гастомеля. Ну и дальше, дальше он ответственный за гуманитарную помощь, воровство в промышленных масштабах. Дошло до того, что мне здесь американцы говорят, есть здесь магазины, в которых продаются избыточные, что ли, товары Пентагона, и там бывает иногда форма других стран. Появилась форма Украины, украинская форма, продается здесь на доллары. Ну и вот американец мне говорит, я слышал, что там люди мерзнут в Украине на полях сражений, не хватает одежды, люди сами должны покупать, а здесь висит, в Америке продается, то есть круговорот воды произошел, деньги из Соединенных Штатов в Украину на помощь, там на эту помощь произведена эта форма, и потом он отправляется сюда, в Соединенные Штаты, для того, чтобы ее продать. Просто, просто потрясающе. Так вот, наблюдаем, наблюдаем, кто же будет новым главой НАБУ, потому что от этого зависит. Тактика уже и стратегии ясна. Независимые, скажем, САП, он начинает раскрутку коррупционного дела, а есть те организации, ведомства, которые контролируются Ермаком, будут это саботировать. Наблюдаем, кого же назначит главу НАБУ. Повторяю, под номером 7 Власюк Владимир Викторович, брат которого работает сейчас на Ермака. Говорят, есть еще резервный кандидат, если номер 7 сойдет с пробега. Номер 20 Белаусов Юрий. Наблюдаем за этим. Я предупреждаю, не надо думать, что на Западе сидят дураки, которые не понимают этих якобы тонких ходов господина Ермака. Вчера вступила в силу эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России. Напомню, что этот импорт составлял 40% всего импорта нефтепродуктов Российской Федерации и приблизительно 40% всего импорта в Евросоюз. То есть колоссальная цифра. Одновременно были введены потолки цен. Практически все. Значит, 45 долларов – это потолок для мазута. Все остальные нефтепродукты – бензин, керосин и все такое прочее – это 100 долларов. Значит, международные рейтинговые агентства, аналитические центры пытаются прикинуть, во что это выльется для бюджета Российской Федерации. Получается удар сильный. Предполагается, что в результате этих мер добыча нефти в Российской Федерации должна сократиться на примерно 15%, а может быть и больше процентов. Ну и где-то на 20% должно, 10-20% должно сократиться производство, то есть работа НПЗ и производство этих самых нефтепродуктов. Ну там Путин, конечно, члены его правительства пытаются держать хвост пистолетом, говорят, что мы уже перестроились на другие рынки. Никуда они не перестроились. Ну вернее перестроились, но только в мизере. Увеличилось количество поставки, количество поставляемых нефтепродуктов в Китай, Индию и Бразилию. Но вот это увеличение, оно составило примерно 50% того, что до сих пор поставлялось в Европу, в Евросоюз. То есть поставки нефтепродуктов на международные рынки должны упасть на 50% минимум. И проблема не в том, что в потолоке цен и так далее. Проблема вообще в целом в эмбарго и в логистике, потому что для перевозки нефтепродуктов нужны другие танкеры по сравнению с теми, которые перевозят, транспортируют нефть. Они меньше, это средне-тоннажные, мелко-тоннажные суда. Их не так много. Их там уже пытались закупить, и всё, что закупили, достаточно. То есть больше нет, неоткуда их просто взять. Поэтому ожидаем, ожидаем результаты этого удара по российскому бюджету. Предполагается, что он будет серьёзным, очень серьёзным. Одновременно, это уже сегодня, объявлено здесь, в Соединённых Штатах, что администрация Байдена собирается объявить 200-процентный, вести 200-процентный тариф на импорт алюминия из России. Надо сказать, что вот эти 30 лет после краха Советского Союза, пытаясь помочь упавшей экономике Российской Федерации, одна за другой администрации Соединённых Штатов помогали им развить, россиянам помогали развить им алюминиевую промышленность. Ну, ещё в дополнение к тому, что крупнейшая, вообще алюминиевая промышленность в Штатах, она считается такой грязной, вредной для окружающей среды. Поэтому американская компания алюминиевая, Алкола, она как-то так сворачивала свою деятельность. Значительную часть активов она продала Русалу, Дерипаске. Ну и крупнейшая, в том числе, компании военно-промышленного комплекса США подсели на алюминий Дерипаске. Он тут развернулся, как вы знаете, собирался даже страшное капиталовложение сделать в штат Митча Макконнелла, после того, после чего последний заслужил прозвище от Нэнси Пелоси «Московский Митч». Но, да, должен вам ещё сказать, что в Кремле вот эти все операции Дерипаски с его Русалом, они рассматривались не как там частный бизнес, не как даже просто бизнес. Они рассматривались как важнейшая стратегическая государственная операция. И вот я вспоминаю, как Русал приобретал в своё время, это было 90-е годы, середина где-то 90-х, вернее, вторая половина 90-х годов. Он приобретал активы Русала в алюминиевой компании, в алюминиевой компании на Ямайке. Там участвовал в этом деле всё российское государство. И разведка, причём и СВР, и ГРУ, и Министерство иностранных дел, потому что главным соперником была норвежская компания «Норск Гидро», которая имела право первой брачной ночи. Она должна была купить эти активы, Алко, на Ямайке. Но вот не дали, не дали. То есть бешеная активность руководил человек прямо из Кремля. Они приняли и шантаж, и чего там только не было. Я это к чему говорю? Мы рассказываем о том, что любая крупная внешняя сделка Дерипаски и его Русала рассматривалась как стратегический, очередной стратегический ход Кремля. Да потому что тот же Русал под руководством Дерипаски захватил в Украине практически всю алюминиевую промышленность, поставив таким образом под контроль авиастроение, которое являлось стратегической оборонной отраслью украинской экономики. И там, конечно, без коррупции никак не обошлось. Ну, в частности, я помню, один из моих партнеров по бизнес-секьюрити проводил это расследование, в ходе которого всплыло, что захват Дерипаской Николаевского алюминиевого сопровождался выплатой взятки или взяток в размере около 50 миллионов долларов. Это было, да, это было где-то в 90-х годах, в годах, тогда это была сумма почти астрономическая, не такая, как нынче. Интересная тема, многие у меня попросили осветить ее, это история, история с шаром, метеошаром, который, китайским, который вот буквально вчера был сбит над территорией Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, скандал, но скандал, который идет, вернее, его последствия, я боюсь, и многие аналитики этого опасаются, его масштабы будут гораздо шире, чем просто вот это недоразумение или такая мелкая стычка между двумя странами из-за какого-то метеошара. Ну, вкратце напомню, как развивались события. Шар или зонд гидрометеоцентра Китая внезапно с севера залетел, где-то он сначала летал возле Аляски, вернее, над Аляской, потом Канада, он стал спускаться все ниже, оказался в воздушном пространстве штата Монтана, недалеко от мест дислокации ICBM, то есть межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Американцы начали бить в колокола, начал это, ну, Байдену это доложили, потом и республиканцы закричали в Конгрессе, начали бить в набат, обвинять попытались для начала Байдена, что он так мягко себя ведет в отношении китайцев. Правда, тут же оказалось, что при Трампе три раза такие зонды залетали в воздушное пространство, причем Китай сейчас этого не отрицает, там трамписты пытаются говорить, что это все фейк и так далее, но китайцы не отрицают, что три раза их зонды залетали при Трампе в воздушное пространство, и об этом вообще никто ничего не говорил. В конце концов, как оказалось, Белый дом и Пентагон решил подождать, пока этот зонд отлетит, окажется над водами Атлантического океана, и вот в воздушном пространстве уже у штата Каролина, по-моему, Северная Каролина, его сбили. Причем это, конечно, было, американцы устроили целый спектакль. Это был первый сбитый, первое сбитое воздушное судно или аппарат, который был сбит лучшим истребителем всех времен, всех народов, Ф-22, Раптор. Зачем нужен был Раптор, это, конечно, загадка, но это, да, это был спектакль. Ну и одна из причин, почему его сбили над водами Атлантического океана, чтобы он упал в эти воды, там как раз подогнали корабли, сейчас его там вылавливают. Почему шум возник? Потому что китайцы не сразу оповестили американцев, то есть китайцы оповестили, когда уже скрыть было невозможно этот шарик. А до этого они молчали. Вот он летел с Аляски, уже ясно было, что он спускается туда вниз, над американской территорией, и китайцы долго как-то молчали. Потом они сообщили, но попросили, сказали, что это метеошарик, попросили проявлять выдержку американцев. Ну, в общем, понять и простить, типа, ну так вот залетел. Американцы сразу предположили худшее, что это разведывательный шар, и что ситуация напоминает, это было, по-моему, в 61-м году, если я не ошибаюсь, когда Пауэр, вспомните, залетел в воздушное пространство Советского Союза, это было 1 мая, его потом сбили, захватили, крик, у шума было, была отменена встреча в верхах между Хрущевым и американским президентом, то есть до этого вроде так было какое-то смягчение напряженности, после этого все пошло в тар-тарары. Ну, вот было такое опасение, что это нечто подобное. Хотя сейчас говорят, ну, сейчас же спутники есть, у которых есть оптическая аппаратура, высочайшие разрешающие способности, но зачем еще нужны шары, которые видно, как он летит? Ну, вот сейчас вот вытлавливают этот шар, попытаются там разобраться с его приборами, если там шпионская аппаратура, китайцы клянутся уже, говорят, что там нету ни оптической аппаратуры для фотографирования, что там нет антенн, что там нет радаров, короче говоря, никакой шпионской аппаратуры. Ну, посмотрим. Посмотрим. Скептики, которые не верят заявлениям китайцев, подчеркивают, что как-то странно у них с этими радиозондами или шарами получается. Китайцы к 2020 году создали целую флотилию этих шаров. И сразу они полетели, вот как-то так получилось, что неуправляемые ветра сразу занесли эти шары. Один шар полетел над Японией, второй шар оказался прямо над Тайванем, то есть полетели они в сторону стратегических противников Китая. Потом три шара вдруг, вот как сейчас оказывается, если, ну, правда, надо подождать окончательного подтверждения, но китайцы, повторяю, это не отрицают. Три шара оказались над Америкой во времена Трампа, теперь четвертый. Сейчас еще один шар находится где-то, значит, еще над Коста-Рикой был шар, и сейчас один шар находится где-то там южнее, над южной, в воздушной пространстве Южной Америки. Вот так непонятно, как это случилось. Но китайцы вовсю пытаются замять скандал. Уволили, начальника своей метеослужбы, которая запустила этот шарик. Типа, сделал он это сам, нашли козла отпущения, он ни с кем это не согласовывал. Но опять я повторяю, китайцы очень долго и упорно не оповещали американцев об этом шаре, и заговорили, когда уже скрыть это было невозможно. Вот так сказать, история с шаром. Но, вот я глубоко убежден, что этот инцидент имеет глубокие политические, а я бы сказал, может быть даже не только политические, не только внешнеполитические, но и внутриполитические корни. Потому что, где-то примерно 31-го, в конце, в общем, в конце прошлого месяца, телеграфно-российское агентство ТАСС с помпой сообщило, что в феврале, сейчас уже вроде назначена дата, 20 февраля, в Москву должен прилететь Ван И, бывший министр иностранных дел, а сейчас он в этом политбюро китайском и главный человек по внешней политике. Главный, в смысле, он тот, который формулирует идеи и стратегические направления, но не осуществляет внешнюю политику. Так вот, Агтас, оповещая о его предстоящем визите, написал, что речь пойдет о подготовке весеннего визита Си Цзиньпина в Москву, в ходе которого там мы собираемся, в общем, глобальные планы, как всегда. То есть, Москва из кожи лезет вон уже 12 месяцев, особенно, начиная с 24 февраля прошлого года, чтобы показать, что Китай на ее стороне, в ее агрессии против Украины. Китай пока, и чем дальше, тем больше, пытался дистанцироваться от этого. И вот после того, как Агтас заявил о предстоящем визите Иван И и о грядущем визите Си Цзиньпина, китайцы ни разу не подтвердили эту информацию. Ни разу. А что касается поездки Иван И, то представитель официального министерства иностранных дел Китая сказал, что это надо рассматривать просто как одно из проявлений наших текущих, обычных, рабочих контактов. И вот теперь оказывается, что когда, вернее, это ТАСС породил эту сенсацию, о том, что будет визит Си Цзиньпина. И породил он ее вот буквально, по-моему, числа 31 января, совсем недавно. И тут же в политикуме Китая разразилась целая буря. Пошли подозрения, что там намечается раскол между теми, которые считают, что этот визит имеет смысл проводить, а другие, что делать этого совершенно не надо. То есть это удивительный раскол, и он выплеснулся просто на странице средств массовой информации Китая. Такого я, в общем-то, не припомню. Вот в этой связи мое внимание привлекла статья Щи Чжанг Тао. Это бывший дипломат, а ныне это дипломатический корреспондент South China Morning Post, гонконгской газеты, которая независима от Компартии Китая, где он в весьма резких выражениях изложил свою позицию. Позиция следующая. Помимо того, как Соединенные Штаты и союзники увеличивают помощь, военную помощь Украине, ситуация на полях сражений этой страны, то есть Украине, все больше меняется против, в негативную для Москвы сторону. Многие западные стратегии размышляют о грядущем поражении Москвы. Но, несмотря на вот такие настроения, несмотря на неудачи Москвы на поле боя, китайские наблюдатели, пишет автор, в целом ожидают, что этот конфликт, или не надеются, что этот конфликт может затянуться, он станет дорогостоящим для Запада, изнурительным и превратится в затяжную войну между Россией и Западом, которая может продлиться много месяцев, если не лет. Вот такая мечта, оказывается, есть в определенных кругах власти в Пекине, но не у всех, подчеркиваю. С точки зрения Китая, продолжает автор, сценарий прогреша в войне в Украине, при котором США увязнут в Европе, весьма привлекателен. То есть, Китай сначала, Дэн Тариш Си, когда он благословил Путина во время встречи в ходе Олимпийских игр, на эту авантюру, он рассчитывал на быструю победу Путина, о том, что он поставит под контроль Украину, затем инкорпорирует Беларусь и создаст таким образом мощный военный кулак у восточных границ НАТО. Это не удалось. Ситуация развернулась в плохую для Китая сторону, но теперь вот оказывается, что они посчитали, решили, что если Запад увязнет в этой войне, то это может быть неплохо. Это отвлечет внимание Запада, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, от Тайваня, и Китай получит там свободу действий и, может быть, совершит то, чего все опасаются, то есть попытку силой присоединить это островное государство или полугосударственное образование. Кстати, напомню, что некоторое время назад генерал военно-воздушных сил США, Минихан, по-моему, фамилия, точно не ручаюсь, примерно так это звучит, заявил, что в связи с этим война между США и Китаем можно состояться в течение следующих двух лет. За это, насколько я понимаю, он получил нагоняя от администрации, поскольку выразил сугубо свое мнение, которое не совпадало с мнением США. Так вот, как предполагает автор, это, по-видимому, соответствует вот такая точка зрения, что США, это может быть неплохо, что США союзники увязнут в этой войне, которая идет в Украине, что это привлекательный фактор, и это, по-видимому, соответствует официальной позиции Пекина. Ну, вернее, она неофициальная, но, наверное, тут надо сказать, доминирующей линии в руководстве Пекина. И это помогает объяснить решимость Китая усилить свою поддержку российского президента Путина. Для Китая затяжной конфликт стал бы полезным, отвлекающим маневром для решения своих вопросов в Юго-Восточной Азии, прежде всего, Тайвань. И дальше автор пишет, что если этот визит состоится, это будет сильнейший удар по Китаю, то есть это будет катастрофическая ошибка. Почему? Потому что, ну, во-первых, Китай продемонстрировал свое двуличие, поскольку последние много месяцев, ну, как минимум, месяцев 6-7, Китай всех уверяет, что он не благословлял Путина на эту авантюру, что он, Китай, не поддерживает эту войну, что он, в принципе, соблюдает нейтралитет, выступает за целостность, территориальный суверенитет Украины, не помогает России военным путем и не помогает обойти санкции. И теперь окажется, что все это было ложь. Нехорошо для Китая. Китай – такая страна, которая, в отличие от России, это глубоко, они позиционируют себя как солидный игрок на международной арене и завоевывают свое влияние в мире при помощи, прежде всего, экономики и мягкой силы, а врач при проекции мягкой силы как-то не комильфо. Поэтому, значит, это уже плохо. Далее. Если Китай теперь открыто станет на сторону России, Путина, то это серьезно ухудшит отношения Пекина с Европейским Союзом. А последние несколько месяцев Пекин уделял огромное значение, чтобы как-то так вот улучшить испортившиеся после путинской агрессии отношения с ЕС. Туда же Шольц приезжал, с помпой китайцы провели его визит, Макрон ожидается. Ну и вот все это опять пойдет на смарку. Напоминается, что если это произойдет, если Китай это сделает, то как написал здесь один из комментаторов к этой статье, кто же из европейцев будет покупать ваши электронные товары, кто из них будет покупать ваши машины, то есть ваш весь экспорт в Евросоюз, Евросоюз первое место занимает, главный внешнеторговый партнер Китая. То есть кто в Европе будет с вами торговать? Ну и Соединенные Штаты закусят удила. И еще сильнее завидит этот кран поставки электронного оборудования, всевозможных там микрочипов в Китае, от которого этого эмбарго Китай уже страдает. Короче говоря, это будет в экономическом плане провал для Китая, как считает автор. Это будет провал в политическом плане, и единственное, кто станет неоспоримым выгодополучателем в этой ситуации, это кремлевский сиделец. Вот он это все раскрутит по полной программе в пропагандистском плане. Хотя тут подчеркивается, что скорее всего это будет только пропагандистская победа Путина, потому что даже если Син Цзиньпин поедет в Москву, он по-прежнему будет придерживаться того же курса, что и раньше. То есть, он не будет оказывать военную помощь, в всяком случае открытую, большую военную помощь России и не будет помогать обойти санкции. Что касается торговли нефтью, а теперь вот нефтепродуктами, то до сих пор наблюдается после введения эмбарго на сырую нефть 5 декабря. Китай, как и Индия, они в принципе не нарушают вот эти потолки и не нарушают санкции, которые ввел Евросоюз. Вот такая ситуация. Автор пишет, тесная связь Пекина в случае, если она будет тесная связь, если Си туда поедет. Тесная связь Пекина с воинственным Путином также вызвала бурную критику внутри страны. Ян Сиатун, стратегист Пекинского университета Синхуа, в прошлом году в интервью телеканале Феникс заявил, что война в Украине не принесла ничего, кроме вреда глобализации, глобализации, которая является неотъемлемой частью национальных интересов Китая, на которой вся экономика Китая на этой глобализации поднялась. Дин Ган, еще один пекинский аналитик, в этом месяце предупредил, что позиция Китая по Украине возможно заставила европейцев изменить свое восприятие Пекина. Он также сказал, что вторжение России оказало негативное влияние на Китай, например, помогло Вашингтону восстановить свое глобальное лидерство, вопреки тому, что Китай ожидал другого, прямо противоположного, и усилило зависимость многих стран от США и НАТО в вопросе безопасности. То же самое несомненно, то есть, вместо того, чтобы подорвать позиции США в результате агрессии Путина, произошло прямо противоположное, роль значения влияния Соединенных Штатов возросла многократно, а также роль НАТО. Поэтому, как пишет автор, для Китая настал момент определиться со своей позицией по Украине. Пекину необходимо тщательно балансировать между стремлением создать более сильную американскую ось с Москвой и необходимо восстановить доверие западным миром и облегчить свои экономические проблемы внутри страны. В этой связи, по его словам, Пекину уже давно пора дистанцироваться от катастрофического вторжения Путина, поскольку мало кто сомневается в том, что Москву и самого Путина ждут тяжелые последствия. В этой связи автор напоминает, что в прошлом месяце в Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины. Помните, я вам как-то рассказывал недавно о высказывании четырехзвездного генерала Уэсли Кларка, большого друга Украины, который называл идею или проект вот этого расследования организации международного трибунала, проведения расследования с целью как можно скорее выдвижения официального объединения лично против Путина в совершении преступления, преступления военного или против человечности, после чего он станет совсем неприкасаемым. В принципе, это уже работает, как следует эта статья. Уже Путин настолько токсичен, что связывать, как здесь пишется в этой статье, связывать с ним какие-то там геостратегические интересы просто самоубийственно. Вот что, оказывается, произошло в пекинском руководстве. Да, я, кстати, еще почитал комментарии к этой статье, на комментарии в соцсетях китайских. Обычно аналитики на Западе обращают большое внимание. Было время во времена культурной революции Мао и Мао Цзэдуна, когда для резидентуры КГБ в Пекине Дат-Зэбао, то есть, тогда не было интернета, вместо него были листовки, которые развешивали на стенах домов, на заборах, условных заборах, конечно, где молодежь, хунбибины и прочие там общественные организации высказывали свое мнение. Так вот, эти Дат-Зэбао, они были одним из источников разведывательной информации, потому что китайцы тогда вообще с российскими гражданами, да и вообще с западными, вообще не общались напрочь. Так вот, посмотрел, я полистал эти соцсети, что пишут, в частности, комментарии, комментарии к этой статье, и комментарии, я вам скажу, удивительно, вот еще где-то месяц назад такого не было. То есть резко, резко изменяется общественное мнение в отношении Путина, в отношении Москвы. Во-первых, одно подчеркивается, что о каком визите идет речь, будет ли вообще этот визит, пока это прокукарел только российское информационное агентство. Нет никаких планов, нет дат, нет подтверждений с китайской стороны. Но если он состоится единственной выигрышной стороной будет Россия. Ну и далее. Китай исторически прагматичен, и он много потерял в экономическом плане из-за остановки транспортных путей в Европу и путь к стабильному процветанию. Китай не лежит через умиротворение Путина. Китай должен держать дистанцию с Москвой, а если нет, то все Станы, они так называют Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, в общем, те государства, которые заканчиваются на Стан, а также и Африка, Латинская Америка должны будут переосмыслить свои отношения с Китаем, и в результате США будут праздновать огромную политическую победу. Вот такой комментарий. Следующий комментарий. война имеет серьезные экономические последствия. Неужели Китай всерьез думает, что может продавать все свои красивые электромобили в Европе, когда вся Европа будет воспринимать Китай сквозь призму российской угрозы, как союзника России. Вот такая ситуация сложилась, такой фактически раскол сложился в Пекине, как говорят здесь по кинскому руководству, по поводу ехать, товарищу Си не ехать. А одновременно должен был состояться, ну вот уже вот буквально на днях, то ли на этой, то ли на следующей неделе, визит госсекретаря Блинкина в Китай, где он должен был обсуждать вопрос о возможной встрече товарища Си с товарищем Байденом. Последний раз они встречались на 20-ке, если вы помните, на Бали в Индонезии. Ну и вообще рассматривали этот визит как шаг к какому-то смягчению напряженности в отношениях между двумя странами, улучшению. И вот теперь в результате этого инцидента с Шаром Блинкин этот визит ну не то, что отменил, он его приостановил, типа приостановили. Американцы его типа приостановили. Я считаю, что напрасно. Я считаю, что американцы вполне могли бы ну китайцы действительно протягивали ветвь пальмовую, о которой я вам рассказывал. Посла в Америке назначили министром иностранных дел. Разговор пошел о дружбе. Главный посол Китая в Евросоюзе заговорил о том, что эта агрессия путинская причиняет много боли, неудобств и убытка политического и экономического Китаю. То есть мог бы Вашингтон отложить бы в сторону временно разговоры о враждебности с Китаем, тем более, что эта враждебность пока она чисто теоретическая, в то время, когда кремлевский кровавый карлик уже ведет кровавую войну в Европе. И сначала разобраться с тем, кто вот уже уже проявляет свою агрессивность, он уже ведет агрессивную войну, и сначала разобраться с ним, а потом уже разбираться с Китаем. То есть я считаю, что для Европы и для Украины было бы гораздо лучше, если бы Блинкен не отменил этот визит, ну, можно было под каким-то предлогом перенести его на два дня, на три дня потом, под удобоваримым предлогом, не ссылаясь на этот злополучный шар. А теперь получается почти как во времена Никиты Хрущева, когда он отменил встречу с американским президентом, и на долгие годы отношения между двумя странами ухудшились. Будем надеяться, что это не произойдет на этот раз, потому что, я повторяю, Китай ведет себя неагрессивно, чувствуется, что они испытывают глубокое смущение, они продолжают призывать Америку к сдержанности в реакции, но много станет ясно после того, как американские ВМС извлекут останки этого шара с корзиной и со всем ее содержимым. Вот тогда и станет ясно, куда дальше пойдут отношения в треугольнике США, Россия и Китай. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества, веры в свои вооруженные силы и в то, что они принесут вам, нам желанную победу. До новых скорых встреч! Субтитры